Братья-месяцы В этот день христиане чтут память святого апостола Филиппа, одного из двенадцати апостолов, учеников Иисуса Христа, I век. Традиционно день этот праздновался на широкую ногу, закончился сбор урожая, из окрома ломились от зерна, с полей был собран урожай картошки, капусты и других овощей, заготовки припасены. Все это было представлено на столе. Со следующего дня начинался рождественский филипповский пост длиною в сорок дней, поэтому народ накануне наедался. В Сибири и на Урале канун поста назывался пельменное заговение. В этот период по деревням доигрывали последние свадьбы. После Филиппа конец свадебным неделям и прочим шумным праздникам. Все время полагалось посвящать работе и благочестивым занятиям. Однако вечером Филиппова дня можно было заняться гаданием на будущего жениха. Наступала пора обычных рабочих посиделок. Первая неделя в Филиппов пост называется кудельницей. Женщины собирались в одной избе, пряли лен и шерсть, при этом пели тихие песни или беседовали. Сохранилось немало поговорок и пословиц, подчеркивающих важность рукоделия. У нерадивой пряхи и на себя нет рубахи. Не напридешь зимой, нечего будет ткать летом. Саха кормит, беретено одевает. С этих дней начинался волчий месяц. Волки еще не ослабили от голода, но уже не прочь были чем-то поживиться. Они собирались в стаи и начинали бродить повсюду. Иногда подбирались близко к человеческому жилью. Могли даже напасть на одинокого путника или скотину. Поэтому люди старались держаться подальше от лесов, открытых местностей и полей, где часто можно было встретить волков. На Филиппов день не забывали и о домовом. Его угощали всевозможными закусками, чтобы он скот берег. Прежде чем приступить к вечерней трапезе, хозяева дома выходили во двор, отбивали поклон и звали домового на ужин. Оставшуюся еду после трапезы оставляли до следующего дня для хозяюшки домового. Так в селе Данькове Смоленского уезда угощение этому духу оставляли на верее, у столба, который ворота поддерживает. В других поселениях на Заговины, перед тем, как садиться за стол ужинать, хозяин с хозяйкой идут на двор, становятся у ворот и говорят «Царь домовой, царица домовая, с малыми детками милости просим с нами заговлять». При этом, не крестясь, кланяются до земли на все четыре стороны и возвращаются в хату ужинать. По ужинам оставляют на столе кушанье и посуду, чтобы домовому с домовихой было чем заговеть. Согласно поверью, если хозяюшка останется доволен вечерней трапезой, то посевы не останутся без снежного покрова, а это убережет их от мороза. По погоде этого дня судили о погоде и урожае на будущий год, а потому примечали «Если лес инеем оброс, славный вымахнет овес, облачно или снежно – к ненастному маю. В этот день полил дождь, пшеница уродится. Вороны начали каркать, ударит отепель. Светлая и теплая филипповка без иния предвещает плохой урожай. А если в течение филипповок часто будут пасмурные дни и иний на деревьях, то жди хорошего урожая хлебов. Здравия и радости вам, славяне! Братья-месяцы Субтитры создавал DimaTorzok